Здравствуйте друзья. В этом обзоре я покажу результаты тестирования, которые проводились с целью получения практического потолка по количеству подключенных устройств на одном из популярных Zigbee стиков RF Start CC2652P с прошивкой 20 марта 2021 года. На всякий случай уточню, в каждом конкретном случае, результаты действий подобных показанным будут сильно зависеть и от качества сборки стика, и от порядка подключения типа устройств и от частоты радиоэфира. Но в целом, понимание возможностей этот тест дает. Отдельная благодарность за предоставление материалов для обзора реальному автору этих тестов. С самого начала в Zigbee сеть лучше подключать роутеры. Речь конечно идет о тех случаях, когда вы планируете подключить сразу много устройств. Так как во многих случаях сеть строится по принципу, что есть то и подключаем. Целью этого тестирования было создание максимально большой сети, поэтому соблюдаем такой порядок. В первой серии были Zigbee 3.0 реле Acara T1. При подключении устройствам давалась полная свобода выбора. В результате при достижении первого десятка, участники сети выстроились в немного причудливой конфигурации. Далее в ход пошли накладные розетки Xiaomi и Acara. Принцип подключения оставался тот же, устройства подключались так как считали нужным сами, в результате чего образовались вот такие связи. Понемногу количество роутеров росло и достигло двух десятков. Кстати практически все устройства в этом тестировании относятся к экосистеме Acara и Midsia. В качестве примера исключения из этого правила USB роутер Tuya. После этого сеть стала разбавляться конечными устройствами. Сначала в ход пошли датчики движения Acara, которые кстати удобны тем, что на них легко вызвать срабатывание, достаточно просто двигаться в их поле зрения. Потом в ход пошли самые разнообразные датчики, которые только нашлись под руками. Датчики открытия, присутствия, протечки климата и так далее. Все что было подключено также относится к Acara и Xiaomi, для избежания несовместимости. Таким образом, общее количество устройств превысило 100 единиц. Хочу добавить, что в ходе тестирования, периодически процесс подключения устройств на несколько часов восстанавливался, после чего проверялись отклики от них, и если какое-то устройство не подавало признаков жизни, оно переподключалось. В сетку был добавлен еще один пул роутеров, в роли которых выступали накладные Zigbee розетки Xiaomi. На этом этапе в сети оказалось 139 устройств. Чем больше устройств было в сети, тем дольше проходил процесс подключения. То, что вначале залетало почти моментально, теперь надо было сидеть и ждать. То же касалось и построения карты. Часть устройств начинала летать в воздухе, хотя по факту отзывалась и реагировала на команды. Так сетка доросла до 150 устройств. Группировки роутеров были добавлены розетки LeGrant. Тест сильно растянулся по времени, так как постоянно проверялась доступность устройств, в том числе и после перезагрузки координаторов. Была поставлена цель попробовать достигнуть 200 устройств сети, что было непросто, особенно при пересечении рубежа в 180 устройств. В режиме реального времени. Три последних устройства не смогли подключиться, отображаются неподдерживаемыми. Удаляем их. Режим подключения активен. Запускаем сопряжение на устройство. Я специально не ускорял это видео, чтобы было понимание длительности процесса на таких сетях. Вот устройство обнаружилось, начался процесс интервью. Очень долго. Совсем не похоже на то, как это было в самом начале. Причем это не глюк системы, это действительно такое долгое подключение. И на выхлопе пшик. Теперь опять все по новому. Как бы там ни было, цель в 200 устройств которые отзывались и реагировали на команды была достигнута. Но стоит добавить еще один момент. Примерно через 20 минут отвалилось 6 устройств, осталось 194. А еще через сутки после отключения электропитания в течение 4 часов, еще 5 устройств отвалились. Сеть собрала назад 189 устройств. Этот тест показал возможности Zigbee координатора RFSTART CC2652P. Он способен управлять сетями в 200 устройств. Однако повторюсь, многое зависит от различных факторов. Качество сборки, антенны, ориентации в пространстве, помех, модели подключаемых устройств, их возможностью работать друг с другом без конфликтов и даже порядком их подключения. На этом все. Надеюсь что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки и подписку на мой канал. Кроме YouTube, я веду еще и телеграм-канал, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok